Здравствуйте! Есть такое интересное явление природы, люминеценция называется. Очень интересное явление природы. Это такое, скажем, холодное свечение, нетепловое излучение. Ну, в принципе, природа-то его так в корне своём она понятна. Это что-то находится в возбуждённом состоянии, а потом из возбуждённого состояния переходит в невозбуждённое состояние. И при этом излучает свет. Что заставляет её переходить в возбуждённое состояние, это вопрос другой. Это может быть и химическая реакция, это может быть падение пучка заряженных частиц, гамма-квантов, рентгенского излучения, ну, всего чего угодно. В общем, очень широко используемые явления. Вот тут много разных названий. Наука это, явление это начали изучать, наверное, скажем так, крупно в конце 19 века. И с изучением этого явления, вообще говоря, связано открытие радиоактивности. Беккерель занимался изучением люминеценции. Очень такой подходящий для этого объект, из которого делаются многие кристаллофосфоры. Вот запомните это слово, я потом вам объясню, что оно значит. Кристаллофосфоры. Многие делались это элементы группы лантана и элементы группы там, где входит уран. Актиниды. Актиния. Группа актиния. У них много незаполненных уровней электронных, не в самой верхней оболочке, а вот под ней лежащих. И им всё заполняться и заполняться. Там есть пустые позиции, на которых может происходить переход, возбуждение и, соответственно, переизлучение. И вот эту люминеценцию изучал Беккерель. И среди актинидов или актиноидов есть уран. И у него был кусок урановой руды, который кто-то, лаборант, бездельник, оставил, положил на кассету. Он бездельник положил. Бездельник он не потому, что уран положил, потому что кассета валялась, а на ней лежал кусок урановой руды. Он заставил Беккерель проявить, чтобы было неповазно. И Адам оказался от отпечаток этой урановой руды. Вот так вот узнали про радиоактивное излучение. Ну, значит, люминеценции бывают всякие. Вот здесь называется слово такое фосфорисценция. Слышали, наверное, фосфорисценция. Кристаллофосфоры. Кристаллофосфорами покрывали раньше изнутри экран телевизора в электронно-лучевой трубке. На кристаллофосфоры падал пучок электронов. И кристаллофосфоры возбуждались под пучком электронов и тут же переходили вниз. Это вот была фосфорисценция. Называется так фосфорисценция. Достаточно затянутая она была. Вот, в принципе говоря, я так вот, чисто физически, особенно не различаю два явления. Фосфорисценция и флуорисценция. Флуорисценция, когда это время возбуждения очень маленькое. Только посветили, тут же излучают. Флуорисценция. Вот, между прочим, флуорисценция играет большую роль для любителей кошек. Значит, первым делом, когда кошку приносят в клинику ветеринарную с подозрением на стригучий лишай, на неё светят, значит, ультрафиолетовой лампочкой. И там должны вот эти вот чешуйки, если это лишайны, в некоторых случаях они светятся, по-моему, зелёным светом. Вот, обратите внимание, облучает ультрафиолетом, а он светит в видимом диапазоне зелёным цветом. Кстати, та же самая флуорисценция при проверке банкнот. Банкнот облучается ультрафиолетом, и там, значит, есть флуорисцентные краски, и начинает вот в этот момент светиться. Вынули из-под этого детектора купюр, а он уже не светится. Такие вот разноцветные, красивые, очень. Одно время даже продавали для использования просто так вот в быту, чтобы смотреть, нет ли что-чего на этих самых монетах, то есть на купюрах. Иногда, кстати, на купюрах встречается такая вот надпись скрытая «Взятка». Это когда-то ею давали взятку, понятые «Войдите». Ну, и эти, значит, купюры остались, к делу не были приобщены. И просто продолжает в обороте, на них написано. Хорошо, что не пометили радиоактивными материалами. Кстати, на радиоактивных свалках самый распространённый объект, который туда попадает, вот, ну, имеется в виду не свалки какого-нибудь там ядерной электростанции, да, а свалки такие вот, обычные радиоактивные свалки, это купюры. Вот их, видно, метит, там, да, вот кто-то что-то такое метит, там, вот такие вот происходят всякие с ними действия. Вот они радиоактивные. Бывает. Да, ну так вот, значит, а почему, от чего зависит, что он флуоресценция, то есть быстро излучает или долго? Тут вот в чём дело. Тут состояния могут быть в разном спиновом состоянии. Понимаете, вот спин, есть такое вот понятие, да, и вот синглеты, триплеты, да, сингл один. Состояние вот это вот, оно зависит от спина. Сколько проекций спина в каком-то гильбертовом пространстве. 2С плюс 1. Если спин нулевой, то это синглеты. Если спин единицы, то это, так сказать, триплеты. И вот если у нас эти состояния с разным спином, синглеты, триплеты. Почему синглеты, триплеты? Потому что в магнитном поле он может расщепляться, да, на три разных состояния. Вот эффект такой из Диэмана. Вот такие вот дела. Так, что я вам ещё не рассказал? Про флуоресценцию сказал, про фосфоресценцию сказал. Да, флуоресценция большой роль в биологии играет. Вот про купюры, это правда не биология, это жизнь, значит, так сказать, высших организмов, а раковые клетки, там, носители разных заболеваний, вот, белки некоторые, вот они тоже флуоресцируют, да. Видимо, по части флуоресценции ещё является то, что называется сцентиляция. Сцентиляторы – это такие либо кристаллы, либо пластмассы прозрачные с какими-то добавками, жидкости тоже с добавками, керосина, например, раствор антрацена в керосине, да. Вот там как раз под действием ионизирующего излучения происходит свечение вспышки. Тут, правда, с точки зрения чисто измерительной это всё делается, и не просто вот посветили, ну, там, чем-то там, возбудили и там увидели вспышку, да. А, ну да, больной там организм. Или, наоборот, здоровой, вспышки не увидели. Вот. А тут надо чётко понять превращение энергии, да. Вот мы вложили туда там, скажем, сколько-то электрон-вольт, да, значит, поглощённой дозы, и высветилась как бы в оптическом диапазоне какая-то энергия. Вот это вот, скажем так, измерение энергии, да. Вот, честно, прокалиброванное всё это должно быть. Это сцентиляционные щётчики. Ну, например, самое, наверное, популярное – это натрий-хлор, активированный талием, да. Натрий-хлор – это наша соль. А, да. Кали-йод, активированный талием, да. Нет, натрий-хлор – кали-йод, активированный талием. Да, беру свои слова обратно. Натрий-хлор ещё травить талием не научились, да. То есть научиться научились, но не травят его, да. Кстати говоря, тоже есть замечательный вид свечения – это черенковское излучение. Тоже своего рода люминесценция, своего рода люминесценция, но она связана с излучением электронов. Электроны, если движутся со скоростью, превышающей скорость света в веществе, скорость света в веществе меньше скорости света в вакууме, поэтому этот электрон движется медленнее, чем свет в вакууме. То есть он не нарушает запретов. Он излучает. Излучает так вот вперёд в себя, в конус такой. Это ещё один способ регистрации частиц. И очень интересно даже, вот бывают очень ультрарелятивистские протоны, прилетающие к нам из межзвёздных дали, они, бывает, дают вспышку излучения в атмосфере. Вот атмосфера у неё всё-таки в центре преломления чуть больше единицы. И то есть что значит чуть больше единицы? Это значит во столько раз скорость света в атмосфере меньше, чем в вакууме. Ну, чуть-чуть медленнее. Всё-таки вот он движется в воздухе, свет. И поэтому... А он такой ультрарелятивистский протон, что он даёт вспышку, которая, в общем, хорошо заметна, хорошо регистрируется приборами. По-моему, даже было... Я слышал про такой метод, со спутников регистрировать эти вспышки. Вот атмосфера вспышки происходит, со спутник она и регистрируется. Вот. Вот это вот с люминесценцией. В глазах у космонавтов, когда проходит такая частица, релятивистская, через их глазное яблоко, тоже вот регистрируется черенковское излучение вспышка, да, бывает. Вот. Некоторые, правда, в этом сомневаются, что это черенковское излучение. Это, говорит, психологический эффект. Ну, с какой стати психологический эффект уменьшается, если космонавт находится, значит, где-то под защитой какого-то массивного объекта на станции. Например, батареи аккумуляторные, они тяжёлые, вот, хорошо поглощают эти протоны, тормозят их, и вот там вспышка меньше. Так, что я вам ещё забыл сказать? Ну, вот, в основном, а, ну, самое главное, фосфор, да, кристаллы фосфор. Дело в том, что это напоминает очень свечение фосфора. Холодное свечение, понимаете? Вот так обычно что-то светится, это нагрето, потому что тепловое излучение. Есть лампа холодного света, люминесцентная их называют, там, значит, ультрафиолетовое излучение, в основном излучение разрядов парах и ртути, возбуждает, значит, излучение в этом самом люминофоре, вот, которым покрыта изнутри лампа. Но самое-то интересное всё-таки, как светит фосфор. А фосфор, он никакой люминесценцией не занимается. Ну, в смысле, люминесценцией занимается, но это вот не, ничто его не возбуждает для этого. Вот часы такие есть, знаете, с циферблатными светящимися, командирские такие, их в настоящее время делают без добавки радиоактивных элементов, а если бы радиоактивные, они сметились бы всё время постоянно. А тут надо на свету подержать, на свете, ну, так сказать, запасётся некая светосомма, потом будет медленно высвечиваться. А вот фосфор, он испаряется с поверхности и начинает реагировать с кислородным воздухом. И в этот момент эта реакция, когда он окисляется, вот, понимаете, это как бы горение, но горение энергии переходит сразу в оптический диапазон. То есть не нагревается ничего, просто вот выделяется, вот и всё. Вот так образуется окисель. Фосфор, наверное, по 2,5, скорее всего, этого окисел. Вот собака Баскировили, помните, была вся фосфором перемазана и светилась в темноте. Это вот с поверхности, с головы этой собаки испарял, значит, фосфор. И светился был, как будто пламя такое, да. Не знаю, насколько это реалистично, но вообще фосфор светится, да, вот, популярный. Раньше были такие пугалки с фосфором, в те времена, когда этот роман писался. Ну вот, я вроде как рассказал, меня один из зрителей попросил, обязательно попросил, про синглеты и триплеты. Ну вот я рассказываю, это состояние со спином соответствующим, значит, либо единица, либо двойка. Почему он называется синглет, сингл и триплет, значит, что три чего-то, да. А это в том, что вот в магнитном поле такого рода состояния могло бы расщепиться на три разных состояния триплета. Да, вот. В зависимости, за счёт взаимодействия спины с магнитным полем. Ну, всё, похоже, всё. Не, не всё. Хочу вам напомнить, что вот вы мне помогаете, я вам очень благодарен. Продолжайте мне, пожалуйста, помогать, так вот спокойно, буднично я вам это заявляю. Да, дело в том, что я произвожу это вот в условиях острой конкуренции. Я своим, как сказать, каналом моего имени конкурирую. Оно моего имени, но он не мой. Это принадлежит телекомпании из ГЛУ-ТВ. Сейчас там из ГЛУ-ТВ активно выкладывает старые ролики, ну, с моим участием записанные. В течение последних, наверное, десяти лет. Вот. Даже больше. Ну, вот. И они их выкладывают, публикуют. Публика их смотрит, радуется. Ну, наверное, интересные ролики, да. Ну, это я там помоложе, не такой толстый, не такой бородатый. Вот. В пиджачке сижу в студии виртуальной и что-то там рассказываю. Ну, вы их смотрите с удовольствием, но не забывайте меня смотреть. Вот мой канал. Мой канал, тот канал называется Борис Бояршинов. И у него, как бы, так сказать, подзаголовок на дне российской науки. А у меня он просто называется Борис Бояршинов со дна российской науки. Видите, вот такой вот Бояршинов. Ну, смотрите оба канала. Там много подписчиков, так что его рекламировать особенно нет необходимости. Смотрите меня и там, и здесь. Да. Жду от вас материальной поддержки. Внизу номер банковской карточки, сбербанковской, счёт Сбербанки, Киви, кошелёк, Яндекс.Деньги, Пайпал. Спасибо вам большое за поддержку и за внимание. Жду ваших писем. Ну, там, под видео писать. Удачи, пока.